Всем привет, с вами Priya. Относительно недавно произошло такое горькое событие, скажем так, для многих игроков Warcraft'а. Их учетки просто-напросто улетели в блокировку. Блокировку на 6 месяцев, блокировку на неделю, а кто-то, возможно, даже и перманентно улетел. Но нередко об этом было обсуждение на стриме, о лицензионном соглашении, да и прочем. Людей на самом деле забанили по объективной причине. И скорее всего, да не скорее всего, а уж точно, 100%, здесь они виноваты сами, потому что они сами нарушили лицензионное соглашение. Причина, почему они улетели в блокировку, причина проста. Услуги, предоставляемые за реальные деньги. Запомните, все, что связано с реальными деньгами в Warcraft'е, какой-либо пронос ключа, какой-либо, не знаю, та же покупка голды, какая-либо покупка рейдового прогресса, именно за реальные деньги. Это нарушение лицензионного соглашения, и вас могут за это заблокировать. Конкретно покупателя навряд ли, хотя тоже могут, но человека, который предоставлял эту услугу, через какое-то время, если это увидят, а это увидят, скорее всего, то, конечно же, заблокируют. Сожалею, конечно, то, что так получилось, потому что люди сейчас надеялись, те, которые занимались этим, ясное дело, у них персонажи одетые, и по-любому они хотели ворваться в гробницу Саргераса мифическую, которая, кстати, вот сегодня открывается, 28 число все-таки, вот, у нас сегодня РТ будет вечером в мифик, так что приходите, будет весело, будем орать, покорять боссов. Вот, все эти люди-то надеялись покорять мифическую гробницу, а им блокировка пришла на некоторое время, а даже на неделю, на две, это весьма обидно при гонке мифического прогресса. Будьте бдительны с этим, очищайте мир Варкрафта, как говорится, можете, не знаю, ну вот, периодически в чате, допустим, спамят, поможем с чем-либо, поможем с чем-либо, ну вот этих вот помощников можете, мне кажется, смело репортить. Хотя, хотя, для начала узнаете, за какую валюту они предоставляют услугу, если они предоставляют за золото, то это разрешено, то есть, все то, что проходит внутри игры, не выходя за ее пределы, это разрешено, все то, что связано с реальными деньгами, это запрещено. Просто такая небольшая сводная информация для тех людей, во-первых, кто не в курсе этих событий, ну а во-вторых, для каких-либо новичков, которые думают, Эх, сейчас вот я, сейчас я прокачаю персонажа, и оденусь как прия, даже лучше него, и вот буду сидеть и там аккаунты там бустить, буду ключи там за 1100 рублей, наверное, проносить всякие 15-ые, буду там с собой вагонов брать, будем их в рейде одевать. Ну, счастья вам, всех благ, здоровья, легендарок побольше, это тоже, кстати, весьма классно, лутать легендарочки, это хорошее действие, вот, и берегите ноги, до скорого.